Министерство просвещения России назвало дату возможного открытия летних загородных лагерей. В ведомстве считают, что в нынешнем году это можно будет сделать только с 1 июля. При этом федеральные чиновники оговариваются, что окончательное решение зависит от позиции местных властей, которые лучше знают ситуацию с распространением коронавируса в своих регионах. Чиновники же, по крайней мере на муниципальном уровне, перестраховываются и предусматривают негативный вариант развития событий. Так быть или не быть летнему отдыху детей в нашем регионе? Об этом в сюжете нашего корреспондента Романа Быкова. Школьницы Маша с Лизой хоть и гуляют по обычному городскому двору, но уже сейчас мысленно представляют, что это территория летнего загородного лагеря. Маша признается, что организованный отдых ей понравился с самого первого раза. В прошлом году девочке вообще повезло попасть в пятую смену, в разгар лета. Поэтому она и в предстоящие каникулы тоже хочет поехать именно в конце июля. Пятая смена это международная и на одну неделю с разных стран приезжают ребята и ты с ними знакомишься, общаешься, учишься новому. И они привозят сувениры, рассказывают о своих странах. Это очень интересно и увлекательно. Лиза тоже очень настроена этим летом провести хотя бы одну смену в загородном лагере. Желательно в том же самом, что и подружка Маша. При этом девочка понимает, что в лагере предусмотрен четкий режим дня. Например, подъем рано утром, который по идее должен надоесть за 9 месяцев учебного года. Но это ее не смущает. Конечно, есть свои минусы в строгом расписании. Но все-таки это расписание построено так, чтобы каждому было комфортно. И мне кажется, любой ребенок ощущает себя в лагере на своей волне, в своей тарелке. Между тем, пока летний отдых юных тверичан под большим вопросом. Изначально планировалась работа девяти лагерей, один из которых палаточный, плюс дача отмечи для дошкольников. Однако коронавирус смешал все карты. Сейчас в администрации Твери боятся даже делать прогнозы, но готовятся к худшему. Когда лагеря, возможно, так и останутся на замке. С учетом уже имеющегося опыта дистанционного обучения и непростой эпидемиологической ситуации, мы уже продумали форму занятости детей в онлайн-лагере дневного пребывания. Активно подключается Дворец творчества детей и молодежи и все интересные, неравнодушные педагоги нашего города. Подробности муниципальные власти обещают обнародовать, как только появится хоть какая-то конкретика по ситуации с коронавирусом. Пока же Федеральное министерство просвещения рекомендовало открыть первую смену с 1 июля. Правда, сразу же против выступило другое ведомство, Минздрав, которое выразило сомнение, что медиков хватит и на сопровождение школьников в лагерях, и на борьбу с COVID-19 в городах. Остается лишь надеяться, что в нашем регионе и дальше ситуация с распространением пандемии COVID-19 будет развиваться по благополучному сценарию, что снизит нагрузку на медработников и позволит ослабить карантинные меры. Но тут, как известно, многое зависит от нас с вами. От того, насколько ответственны мы будем соблюдать сейчас меры профилактики для недопущения новых случаев инфицирования. Продолжение следует...